Ну вот, Павел Григорьевич у нас нагрел заготовочку, вот она, видите, ребят? И всё, я сейчас быстренько за ним. Трэдэн, трэдэн. Сейчас он включит очень шумную машину. Нематический молот. Протяжка, ребята, начала. Трэдэн. Ну-ка, покажи, куда ты побежал. Пойдём. Вот, видите, там получилось. Сейчас мы пойдём дальше нагревать это всё дело. Нагревать и на наковальню. В общем, пока получилась какая-то фигулька-могулька. То есть так всегда в пузнице. Сначала фигульки-могульки, а потом листочек. А потом что-то вновь превращается. Да, вот сейчас нагрев. То есть там ещё получается две. Вот они, две. И там дальше будет. Ребята, под молотом нужно работать очень аккуратно. То есть очень аккуратно. Нужно иметь уже большой навык и большое мастерство. Потому что... Павел Григорьевич, во сколько у нас человек начинает? Через полгода, наверное, мне кажется, что под молотом он становится более-менее. То есть протяжку человек через полгода начинает делать. Ну, это в зависимости от способности человека. Ну, понятно, что от способности человека. Там и так далее и тому подобное. Но минимум полгода. Мы обучали взрослых людей уже после армии. Были курсы шестимесячные, трехмесячные. Некоторые люди владели через месяц этим мастерством. Как бы более-менее. Но все равно он еще... А некоторые так и через полгода не научили. Да, все равно под молотом никак. Потому что это, во-первых, сначала страшно. Допустим, если ты даже немножко что-то овладел. То есть это не говорит, что человек, как правило, начинает работать через полгода. То есть обычно через подручный все начинается. То есть подручный потом потихоньку придерживает. Он смотрит технологию и все. И потом уже начинается вот этот весь момент. Ну, практика нужна. Да, и очень много практики. Самое главное – это практики. Да. В практике никуда не денешь. Ну, самое главное – рукам конец. Увс! Увс! Увс!